Новая Suzuki Vitara На эту модель японцы возлагают большие надежды В России этот компактный кроссовер должен стать флагманом модельного ряда Да-да, вы не ослышались, именно флагманом Потому что в следующем году старушка Гранд Витара уходит на покой Да и старому SX4 осталось недолго жить А новый SX не сыскал народной любви Так что отдуваться за всех будет именно Vitara Кроссовер построен на той же платформе, что и с SX4 нынешнего поколения Поэтому узлы и агрегаты у них общие Тем не менее, Vitara оказалась на 12,5 см короче Колесная база у нее на 10 см меньше Однако она на целый сантиметр шире И на 2,5 см выше, чем нынешний SX4 Согласно табели о рангах, Vitara занимает более высокую позицию У нее и цена выше, и оснащение богаче А самое главное, Vitara симпатичнее своего прародителя Голубые элементы в фарах говорят о наличии светодиодного ближнего света У более простых комплектаций идут галогенные фары, но с линзованной оптикой Внутри по запасу пространства Vitara уступает SX4 И это чувствуют сидящие сзади Никаких дополнительных удобств здесь тоже нет Салон не блещет суперпростором для четверых взрослых В дальней дороге не разгяжешься Не отличается особой вместительностью и грузовой отсек Багажник получился на 55 литров меньше, чем у соплатформенного SX4 Его объем составляет 375 литров Максимальная же вместимость – 1120 литров Одна из фишек новой Vitara – это вот эта полочка Благодаря которой высоту пола можно регулировать Также здесь есть розетка и вот такие вот съемные кармашки по бокам С новой Vitara легко и просто найти общий язык Вам хватит 5 минут, чтобы освоиться внутри Тем более, что детали внутреннего убранства знакомы по другим моделям Suzuki Подушка у сидения расположена высоковато Однако диапазон регулировки спинки, руля, зеркал и продольного перемещения подушки Таков, что найти удобную посадку, нивелирующую данную особенность, не составит труда Но простота – это хорошо, когда авто недорогое А новая Vitara продается отнюдь не за гроши Интерьер выполнен слишком просто для автомобиля ценой 1.400.000 Кругом жесткий пластик и простые материалы, знакомые по другим моделям Suzuki Однако, обшивка дверей и сидений выполнена из приятной на ощупь плюшевой ткани, знакомой по автомобилям марки Honda Но совсем уж простецкие решения вызывают откровенное недовольство Японцы славятся своей экономией на спичках Итак, вместо нормальной кнопки управления борткомпьютером и настройками системы Мы имеем неудобный штырь с весьма хитрым управлением Автоматических режимов доводчиков стеклоподъемников мы, видимо, дождемся лишь ко второму пришествию Равно как и кармана в спинке водительского кресла или подлокотника на заднем ряду При этом в Vitara японцы не поскупились на различные безделушки Панорамный люк – один из самых больших в классе Его размеры – 56 на 80 сантиметров Или взять крутую мультимедиу Bosch с 7-дюймовым сенсорным дисплеем У нее удобное меню и приятная графика А еще она распознает команды, даже если вы управляете в перчатках Пожалуйста, произнесите команду Навигация домой Нет сохраненного домашнего адреса Позвонить Звоним ЗАС на мобильный телефон Есть и функция MirrorLink для управления смартфоном с экрана дисплея Но в России, увы, она не работает На самом деле у новой Vitara есть много интересных опций Таких как система старт-стоп, адаптивный круиз-контроль или система автоторможения Но все они, увы, остались за кордоном В движении Suzuki Vitara не преподнесла сюрпризов Под капотом установлен знакомый 117-сильный двигатель 1.6 Проверенный временем бензиновый двигатель М16А славится своей надежностью Предыдущие версии этого движка ставились и на старый, и на новый SX-4 И на Swift, и на Leano, и на Grand Vitara, и далее по списку С ним Vitara совсем не ураган Хотя субъективно машина кажется резвой Но это если не стесняться крутить мотор Ведь 150 с лишним ньютонов он выдает только после 4000 оборотов Звук во время разгона у силового агрегата получился напористым Однако в реальности мотор цифрами не особо радует Разгон до сотни происходит за 13 секунд Зато и расход топлива невелик Даже в самом неэкономичном городском режиме Расход составляет 7,9 литров на 100 километров Однако у нас во время теста получилось на литр меньше Самое главное, что в Suzuki наконец-то заменили SX-овский бездарный вариатор Jatka на нормальный шестиступенчатый автомат Коробка понравилась, работает быстро И машина чутко реагирует на газ даже с самых низов А еще отметим то, что автоматика придерживает передачу Даже на максимальных оборотах на некоторое время Что очень удобно либо при обгонах, либо при прохождении поворотов А повороты этот японец любит Бойка в них заруливает и хорошо стоит на дуге Управлять витарой приятно Легкость вращения баранки не вредит обратной связи Да и кренами кроссовер не пугает Легкость подходящий синоним для новой витары Ее масса менее 1200 килограммов И это чувствуется не только в управлении, но и на слух Достойная шумоизоляция никогда не была коньком Suzuki Тихоней витару, увы, не назовешь За легкость управления приходится расплачиваться невысокой плавностью хода Трясет неслабо Хотелось бы сделать подвеску мягче и более энергоемкой Правда, на нашей машине установлены топовые колеса с резиной с не самым высоким профилем Возможно, с более человечными покрышками все будет куда приятнее Для кроссовера у витары слишком жесткая подвеска и короткие ходы колес Поэтому спецучасток с песчаным карьером казался сущим издевательством Хотя в плане оффроуда новинка лучше своего прародителя Параметры геометрической проходимости явно лучше, чем у соплатформенного SX4 Угол въезда 18,2 градуса Угол съезда 28,2 градуса Угол рампы 17,7 градуса А дорожный просвет составляет 185 миллиметров Вполне себе крепкий середнячок Запишем в актив плоское днище и небольшую массу Но главное, что коробка-автомат спокойно переносит долгие пробуксовки и прочие издевательства Полноприводная система All-Grip также порадовала быстродействием и эффективной имитацией межколесных блокировок Работает электронно-управляемая муфта очень неплохо За время теста ни разу не перегрелась даже на песке У автомобилей Сузуки долгое время были одни и те же проблемы Им не хватало яркости, хорошего оснащения и высокого комфорта Но японцам это прощали, потому что они делали простые и очень надежные тачки А главное, доступные Витара в этом отношении от своих собратьев отличается в лучшую сторону У нее хорошее оснащение и приятный дизайн Но при этом самый важный козырь – доступность Теперь под вопросом Сузуки Витара понравилась Сбалансированный автомобиль с достойным оснащением Который по многим потребительским характеристикам переигрывает нынешний Сузуки СХ4 Витара может обрести успех на российском рынке Но только в том случае, если ценник будет адекватным А он пока адекватный, увы, лишь в начальных комплектациях Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok